Благодаря путешествиям марсоходов по поверхности красной планеты наса имеет достаточно странных фотографий с марса объяснить которые научное сообщество пока не может в этом видео мы собрали пять самых загадочных снимков марса которым до сих пор нет вменяемого и аргументированного объяснения со стороны национального космического агентства в 2013 году в прессу попали снимки горизонта марса на котором видны три ярких точки это не звезды и нестабильность камеры марсоход снимал эту часть горизонта несколько десятков минут задержкой и яркие точки изменяли свое положение на каждом кадре смотря на снимок при активном цветовом фильтре четко видны три объемных ярких объекта исходя из заявленной приблизительной дальности заснятых объектов их диаметр легко рассчитать и он составляет не больше трех метров представители наса никак не прокомментировали эти снимки что до сих пор дает полное право уфологам и мистикам называть эти объекты кораблями инопланетян в 1976 году когда наса обнародовала снимки марсианской горы сделанный космическим аппаратом викинг-1 началась история с лицом на марсе на фотографии района под названием кедония обнаружилось гигантское каменное сооружение с лицом напоминающим египетского сфинкса к этому сенсационному полутора километровому изваянию также прилагалась россыпь скал похожих на египетские пирамиды публикация снимков породила целую лавину статей книг фильмов и видеоигр про марс теории было множество а звездных врат между марсианскими египетскими пирамидами до библиотеки невероятных знаний оставленных нам про отцами инопланетянами из-за всей этой шумихи фотографирование марсианской долины пирамид стала одной из основных задач для нового зонда наса под названием марс global survivor он прибыл к марсу в сентябре 97 года спустя 18 лет жарких дебатов а сделать первый заветный снимок удалось только через полгода камера зонда была в 10 раз чувствительнее камеры викинга и тысячи интернет пользователей с нетерпением ждали когда наса выложит заветный снимок в открытом доступе в итоге полученным снимком никто не был удовлетворен никакого лица на нем видно не было лишь очертание обычной скалы однако этот снимок наса официально не комментировала тем более что зонд фотографировал долину сквозь тонкий слой облаков и многие детали имели право потеряться больше снимков марсианской долины пирамид не было за исключением снимка сделанного через три года фотографию которого обработали в нескольких ведомственных наса агентствах прежде чем показать прессе в итоге на данный момент таинственность лица на марсе так и остается не развеянной в ноябре 2007 года марсоход spirit сделал снимок у основания плато home plate который вызвал настоящую бурю обсуждений панорамная камера марсохода сфотографировала не какой-нибудь древний артефакт вроде развалин старого мегаполиса или обломков космического корабля а самого настоящего живого инопланетянина благодаря внимательности интернет пользователей в левом нижнем углу почти на самом краю снимка было обнаружено нечто что напоминает фигуру снежного человека примечательно что в официальной аннотации к снимку на сайте nasa а возможно живом объекте в кадре ничего не написано любители теории заговоров сразу увидели в этом знак и посчитали что невнимательные цензоры пропустили фото представители внеземной расы представители наса уверены что очередная марсианская сенсация была лишь игрой света и тенью на причудливо выветренной скале но подобное утверждение продолжает критиковаться со стороны прессы и научного сообщества не только марс отметился загадочными объектами на его спутники фобосе также есть на что посмотреть речь идет об объекте неофициально названном монолит этот объект был сфотографирован в августе 98 года зонтом марс global survivor и названы за сходство с инопланетным артефактом из фантастического фильма космическая одиссея 2001 речь идет о вертикально стоящей треугольной призме высотой 76 метров с подозрительно правильными пропорциями и острыми гранями такая необычная форма скалы привлекла внимание прессы и а монолите начали говорить первыми на загадочный объект торчащий из фобоса обратили внимание эфрейн полермо элен флеминг предки современных виртуальных археологов полермо и флеминг первыми назвали объект монолитом и определили что высотой он примерно в 76 метров дальше оставалось ждать только следующих фотографий и все научное сообщество возлагало надежду на миссию фобос грунт в рамках которой была запланирована посадка на спутник марса предполагали если уж зонты не сядет рядом то хотя бы сфотографирует объект с близкого расстояния но не довелось фобос грунт так и не улетел от земли только благодаря аппарату mars reconnaissance orbiter и установленный на нем камере высокого разрешения удалось увидеть монолит и на поверхности марса диаметром примерно в 100 метров объект выглядит не как природное образование он расположен в местности под названием уцбой велис местность серая монолит белый то есть явно выделяется из окружающего фона поэтому предположение что объект кто-то соорудил не выглядит совсем уж безосновательным назначение монолита конечно же загадочно он может быть и ретранслятором и ангаром или базой так или иначе монолиты на фобосе и марсе будут хранить свои загадки пока не появятся четкие снимки или видеозаписи в 2013 году марсоход к юриосити передал на землю снимки близлежащего грунта при разборе массива фотографий был найден кадр на котором запечатлен объект непонятной формы глядя на этот снимок марсохода можно представить себе что угодно только необычный камень например что это торчащий из песка молоток или отломившийся деталь марсохода один из ученых нас и на пресс-конференции где обсуждался этот снимок шутку предположил что это дверная ручка от подземных баз жителей марса с того дня этот снимок так и называют дверная ручка на марсе как бы ни старались ученые свести факты к юмору но объяснить металлический блеск и гладкость мелко зерновой структуры заснятого объекта у них до сих пор не выходит снимок так и остался без официального комментария а